Телеканал КРТ представляет Видел четыре настоящих войны В горячих точках, куда отправился добровольцем Только не с оружием, а с гитарой и с песней И с верой в то, что любую войну можно и необходимо остановить Актер театра и кино, сценарист, режиссер Сергей Маховиков Герой сегодняшней программы на струнах души Это про войну? Ну почему про войну? Это народная испанская детская песенка Про то, как курица вывела своих цыплят на прогулку Глупо Серафимов клочья Господи, как же глупо Сергей Маховиков Один из самых популярных и востребованных современных актеров В кино он прославился исполнением ролей Сильных, мужественных, верных чести и долгу мужчин Способных брать на себя ответственность Бросать вызов смертельной опасности И находить выход из самых запутанных ситуаций Многие из этих качеств присущи и самому актеру Судьба не раз испытывала его на прочность Закаляя характер и добавляя красок в актерскую палитру Возможно, поэтому Сергей Маховиков Так убедителен и органичен в ролях героев-фронтовиков Сыщиков, спецагентов и прочих рыцарей Без страха и упрека На которых, как и все мальчишки его поколения Он мечтал быть похожим в детстве Мы все хотели быть героями Хотели быть полезными Это я точно знаю Это небольшие и высокие слова Мы хотели быть при сборе металлолома, макулатуры Как оголтелые Лучшими хотели быть Да Мы хотели быть лучшими, полезными В нас нуждались В нас нуждались учителя В нас страна нуждалась Конечно, этого хотели Конечно, мы выбирали по себе какие-то такие мечты в профессии Да И вот по поводу профессии Служить, служить, служить родине Чтобы тобой гордилась мама Девочки, чтобы на тебя обращали внимание Конечно, мальчишки все хотели быть военными Пожарными Пойти служить в авиацию Романтизм такой Никогда не жалели, что такие не стали военным А все-таки переключились на актерскую карьеру Нет, не жалею Я, честно, не жалею ни о чем Потому что Другое дело, если бы меня спросили Изменили бы вы свою жизнь Если бы начали Конечно, сколько бы Исправил бы сейчас глупостей Это уже другой вопрос Ох, я бы, ну что Я бы был мудр Конечно Вот И столько бы всего хорошего успел сделать Но с точки зрения выбора профессии Конечно, не жалею Иногда задумываюсь, думаю Господи, вот была бы вторая жизнь Все равно задаешь себе такие иногда вопросы Вот если бы вот так вот раз И вот куда бы пошел Конечно, стал бы искать Мне нравится летная работа Но все равно пошел бы вот туда, к детскую мечту Детская мечта звала Сережу Маховикова Покорять морские и космические глубины Хотя и творческие способности в нем проявились рано В школе он увлекся гитарой Создал ансамбль Стал сочинять и исполнять собственные песни В мореходку поступил со второго раза А вскоре перевелся в ленинградский военно-механический С надеждой стать космонавтом Но и там задержался ненадолго Поиски призвания привели его к актерской профессии Которая дала возможность реализовать юношеские мечты Мастерство актера он учился в гитмике У Игоря Горбачева А режиссуре у Александра Сокурова на линфильме Легкий на подъем, неугомонный и ищущий Сергей Маховиков работал в разных театрах страны От Петербурга до Хабаровска Пока случай не свел его с кино Помогла верная спутница актера Гитара В 1991 году он победил на конкурсе Актерской песни имени Андрея Миронова И получил приглашение на главную роль в фильме Евгения Гинсбурга «Простодушный» С этого момента начался его многолетний роман с кинематографом Мне бы долю секунды, чтоб совершить жест Ухватиться за проволоку, вжаться в свой крест А там воля коню по лесам, по холмам Я уже подтянулся, я чуть ближе к богам Пусть танцует свой танец когтистая тварь И стучит ей вот тех углубочный лошкарь Значит время пришло в 33, вышел в свет Под блестящей кольчугой спрятан сабельный свет Знаешь, что у вас была все-таки мечта стать штурманом под водой? Да, да Такая определенная четкая мечта Она как-то взялась, может в вашем роду были военные Может были ветераны Первой, Второй мировой войны? Ты знаешь, ветераны, да Мы все дети, племянники и внуки Мы потомки победителей, да? Вот я не оговорился, почему племянники У меня племянники и внуки победителей Великой Отечественной войны, Второй мировой Почему я говорю внуки и племянники? Вот, допустим, у меня дядя похоронен во Франкфурте Дядя, старший брат моей мамы Похоронен во Франкфурте на Одере Он погиб в 45-м 30-го мая 45-го года У меня есть фотографии его могилы Я был у него на могиле Более того, мы даже сняли кусочек для документального кино Это вошло в документалистику Посещение этой могилы Дед и Второй дед Все прошли войну Слава Богу, остались живы, награждены Вот, конечно, вот у меня есть такой фильм Тихая застава Это очень личностная история И еще почему Фильм начинается с того, что В горах идет таджик, старик Тебетеечка у него, это Пиджак, галоши Классический такой колорит Да И Орден Красной Звезды Ветеран Великой Отечественной Вот этот орден Который был артисту приколот Прикручен на игровой пиджак Это орден моего деда Который был артисту приколен на игровой пиджак 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 я знаю что вы удостоены награды ветеран боевых действий да за что где когда кавказ кавказ это уже вторая наша чеченская война вот где я я всегда добровольцем был вот с инструментом потому что это действительно было важно нужно но в какое-то время я почувствовал что есть еще и необходимость быть вместе со страной во все во всем предательстве и проклятие и забытости в котором мы тогда существовали были преданы и проданы и внешними силами и внутренними очень много можно об этом говорить и вот здесь вот это решение абсолютно было не спонтанное ясное я понял что я я буду вместе с ребятами я буду с той страной вместе которую я люблю и который буду защищать взвешенное решение да да я пошел добровольцем сколько всего на вашем не скажу на вашем счету сколько всего вы посетили вот таких зон боевых конфликтах вы знаете я подумал о том вот если бы я своему деду сказал что за моими дед который говорил лишь бы не было войны это действительно так это их фраза да лишь бы не было войны всех и бабушка это повторяла это уже стало рефреном вообще поколения наших дедов если бы он был жив и я ему сейчас сказал дед я прошел четыре войны он бы мне не поверил 4 войнать как сильно да все изменилось после 45 года и войны другие но беда беда тоже а беда тоже конечно конечно что вам дают я не стесняюсь говоря о том что я их прошел понимаете какая штука я меня туда палками не гнали я туда всегда ездил сам потому что вот как мы начали с тобой говорить о том что вот эта помощь помощь не озвереть не озвереть моя она она мною даже ощутимо я просто когда смог смотрел в глаза тем мальчишкам которым меня воспитывают как человек перочить как художника даже и я знаю еще и другое сколько радостей света и надежды в этих глазах когда берешь инструмент и для них поешь когда они знают что ты приехал над рекой высоко над рекой по туда все плывут как бродяги небес облака далеко далеко в тот неведомый край их зовут за собой берега берега отпусти отпусти в этот край свою грусть уплывает она до блаженной весны и откликнется в весточка его ночь скоро вернусь где бы ни были мы у какой бы черты там на краю ярко белые ночи летят-летят словно птицы на юг стон от ветра нагновения пророча уносит молитвой слова прикрой меня друг вот то что я тебе рассказал о ордене который надет на пиджак актера это личностная моя история личностная моя история эта история моей страны это личностная да у нас огромное количество людей которые гатная хата с краю ничего не знаю или там как эти хорошие шутки нас и здесь хорошо кормят это слышно сплошь и рядом понимаешь вот на в этом я заключаю от этого и начинается война любая от этого холода от этого безразличия безразличия да да сколько бы люди не пытались доказать о том чтобы что вы творите конфликт появляется там да она тоже становится всем все равно да вот вот ну а лично вам сергей а вот эти поездки кроме того что это сохранение человеческого внутри да что они еще давали может быть какой-то актерский опыт закалку характера адреналина что-то еще что вы для себя почерпнули ну это это знаешь это целый это вообще целый роман вот то что я сказал эти глаза тебя из тебя делают художника художника это точно я не еду туда чтобы стать художником нет мне какие-то простые человеческие чувства это я потом понимаю когда возвращаешься и понимаешь ты не можешь как это изменило до доста не можешь туда больше не поехать это ну вы знаете это невозможно ни с чем сравнить но это как один раз пришел в театр уже не может оттуда уйти один раз туда приехал и все это не может тут оттуда уже не вернуться сережа говорухин у него есть такие строчки потрясающе так точно сказано войной рожденные поэты не возвращаются с войны они вне живы между тем и этим светом отныне быть обречены судьбе актера есть эпизод о котором он старается не вспоминать тогда его жизнь висела на волоске доктора настаивали на срочной операции но он отказался приняв решение самостоятельно бороться со смертельным недугом и случилось чудо болезнь отступила помогли вера и любовь любовь женщины которая как он сам говорит была послана ему небесами с ларисой шахворостовой сергей познакомился еще на съемках простодушного и понял что встретил свою половинку их многолетний союз судьба тоже испытывала на прочности у пары 9 лет не было детей на пути к мечте многое пришлось преодолеть и господь наградил их рождением дочери александра маховикова окончила православную гимназию и продолжила династию стала актрисы вы посещая возможные там горячие точки и станции концертах вы как-то несете православную составляющую обязательно обязательно что вера для вас вашей ну во первых на фронте неверующих нет это уже и мне понятно это не только было понятно моему деду нет на неверующих людей вера это наша сила это наша свобода этого это вообще наша биография я начал с того вот когда меня спрашивают как и вот как вы пришли к церкви я думаю к сожалению был вынужден прийти к ней к сожалению почему что когда-то чуть позже вот почему к сожалению потому что стал изучать русскую литературу так как в театре нужно знать хорошо русскую литературу достоевский и как это все связано пушкин и они все православные у них постоянно идет разговор об этом новую тему да я когда читаю буду что что такое чем вообще идет речь ты как я все глубже и глубже изучу я стал изучать это когда начинаешь изучать то есть когда ты знаешь что появляется тепло понимаете какая вещь и тогда я понял что все я от без этого просто уже не могу сколько глупости я бы надел если в 25 лет не крестился бы не просто не пошел бы в церковь и сознательно уже к этому сознательно вот сила молитвы сергей вашем понимании насколько она сильно и я знаю что будучи очень больным до по здоровью человеком молитва вас исцелила как это произошло ну вообще все по молитвам ты знаешь как ну болел а потом выздоровел вот так чудо так ну да вот вот то есть сила сила духа и вера сила духа сетка конечно что такое вера это есть сила духа когда ты можешь себя вчера ограничить может все простить конечно прости ближнего свой когда ударили по щеке что-то у нас говорится давно он в православии вот нас верующих людей по щеке ударили поставь другую для чего дай ему право опомниться не то что ты чё делаешь бум в ответ не дай ему право еще раз ударить тебя дай ему право опомниться вы же понимаете бац пожалуйста пожалуйста тебе легче стало да тебе будет легче от этого если ты меня еще раз удачи пожалуйста другое дело что если тебя начнут убивать мы конечно с мячом пришли тут же ответит но это право дать вот интересно опомниться до чего делаешь взгляд очень конечно 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 вот в этом и заключается вера в чем она сильно изначально чтобы погубить страну руси руси изначально в первую очередь губили думали как погубить веру украинец да а о на Отец людей, Отец Небесный, Да имя вечное Твое светится нашими сердцами, Да приидет Царствие Твое, Твоя, да будет воля с нами, Как в небесах и на земле. Насущный хлеб нам не спасли Твою щедрую рукою, И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных, Пред Тобою прости, Отец, своих детей. Не ввергни нас во искушение, И от лукавого прельщения избави нас! Я знаю, что вы часто ездите на Донбасс в составе актерских групп, И артистов на других бригадах, и в одиночку. С какой миссией? С какими целями? Что вы делаете? Все, вот у нас абсолютно, вся та же ситуация, Это благотворительность. Ну и, конечно же, понимаешь, вот восстановленные гимназии, Детские садики. Если вот тебе будут рассказывать, что все это чушь собачья, Никто это там не стремняет и не разрушает, Я тебе смогу сказать, мы лично восстановили две гимназии, Три детских садика, Полностью отремонтировали дом престарелых, От окон починутой крыши, потому что две бомбы в него попало, Полностью в Кировске это сделали. Представь, если ты услышишь человека, который скажет, Вот эти дети будут учиться, А пойдут радостные первые садики, А вот эти дети будут сидеть в подвалах и бояться. Для меня такого человека не существует просто. Мы в пику этому всему привезли детям Школу, елку, Ну много не провезешь, А мы еще хотели, Это самое, мандарины, Ну Новый год, мандарины, это же зеркало. Конечно, конечно, праздник. А они занимают много места, зараза. Понятно, когда везешь конфеты, шоколад, Это все много утрамбовано, да. А мандарины, Ну мы сказали, Хотя бы по одной мандаринке, но будет. Каждому. Две с половиной тысячи детишек. Начальная школа, детский сад. Это тонны просто. Это мы все тащили. Мы все на руках перетаскивали. Сергей, а вот приходилось, Кроме помощи детям, Гуманитарной помощи, Какой-то такой душевной и сладкой, Петь песни детям. Концерты делали. Постоянно. Я вам сейчас напою песню, Которую все очень хорошо, вы знаете. Я могу сказать так. Я когда ее запел В клубе на Новый год, Вот так, под гитару, Как вот с вами сейчас. Ну, микрофоны поставили, все. Клуб полон был, Там на люстрах висели. Более того, еще не побоялись они прийти, Потому что бум-бум, Разрывы слышны были. А все равно дети танцевали вокруг елки, Дед Мороз был, И снегурочка. И, конечно, концерт. Вот. Я взял гитару и стал ее петь. И когда я ее запел, Весь зал встал, как на гимне. И стал петь вместе со мной. Тихо-тихо, Потому что я вообще пою тихо. Ну, так. Душевно. И они встали, И стали петь вместе со мной. Детишки маленькие тоже. И я не смог петь. А я им подыгрывал. Ну, какой-то не давало петь просто. Я у меня, я стал задыхаться. Ты сейчас поймешь, от чего. С чего Начинается Родина С картинки В твоем букваре С хороших и верных Товарищей Живущих В соседнем дворе А может она Начинается С той песни, Что пела нам мать С того, Что в любых Испытаниях У нас Никому Не отнять С чего Начинается Родина Сергей, за окнами Довольно поздний уже Московский вечер И нам все-таки удалось Встиснуться в этот плотный Ваш график. Мы находимся в учебной аудитории Сейчас И мне бы хотелось спросить Как вы, актер с огромным потенциалом С массой востребованности С кучей ролей И я думаю, что вам И предлагают сниматься И вы это можете И хотите делать Но вы находите время Львиную долю своего времени Посвящаете детям Вашим студентам Как вы это сочетаете? Приходится сочетать Я, честно говоря, не ожидал От себя такого Поклонения И такой Преданности Институту Преподаю я В Институте Современного искусства Где мы, собственно, с вами Сейчас находимся Вот наша аудитория здесь Нашего курса Я не ожидал этого Оказывается Эта ответственность Которую я всегда боялся Очень серьезно затягивает Ответственность педагога Ответственность педагога И вообще Человек из-за Мальчишек Девчонок Которые Хотя 17 лет Считаются 18 Уже взрослые Но Но мы-то с вами знаем Они еще маленькие, конечно Полгода Играли серьезную литературу И все остальное А вот Вдруг пришли Да, вдруг пришли к чудовым Да И И И Стало Понятно, что Все Пусто Пустота Где Гамлеты Где Чехов Ростовский Мозг не работает А тяжело Ну мозг, да Может быть Такой Какой может быть Себе задать вопрос Или Как вот Не то, чтобы даже Развить воображение Но вот Чтобы Да, чтобы попер При этом Вот мы говорили сегодня Любое в нашем движении Разложите его Откликнется О, точно, точно, точно И следующее Вот Кеша Вот Это движение По площадке Я могу разложить Как минимум На пять Действий А-а-а Ха-ха-ха Пойдем поем Вот там Можно развить Вот это Этот этюд Предэтюд Уже Продают цветы Его можно так начинать Мышка в ларьке И как Ну это хорошо В цветах Потому что она прячется Как будто в яблок Да, да, да Вот здесь может быть диалог Вот здесь конфликт Диалог Объединение Разъединение Это вам ключи Вот понимаешь Тут Можно Можно поговорить Страх Очень Движущее Такое Чувство Его можно Можно обрезать Нет Там уже Ля-ля-ля-ля-ля Вот это А-а-а Вторая Там подшать можно Вы знаете Ответственность Это вообще патриотизм Все там Пытаются дать определение Патриотизм Это ответственность Ответственность Перед детьми Перед родителями Перед страной Ответственность И именно воспитание Вы правильно Вы правильно сказали От этого Как воспитать Это поколение Это я имею ввиду Идущее За нами Одно Другое Третье Вот допустим Взаимоотношения Россия и Украина К примеру Я говорю К примеру Потому что я могу И развивать И рассказывать Тоже не можем Умолчать Да Мы не можем Умолчать Но для меня Я Я уже не говорю Про своих детей Или про студента Своих Которые С Украины Здесь тоже Много ребятишек Да И учатся с удовольствием И радостно И все Они Вот эти вот И ни в одном городе Что было для меня Потрясение Никто из детей Не скакал Убей украинца Вот мы стали Говорить с вами О войне Для меня Самая страшная война Это вот эти подскоки Для меня Вот это Самое страшное Не то Что там На передовой Ты понимаешь Да Там как-то Там совершенно Там просто другая жизнь Там беда А вот здесь Это страшно Сложно ли вам Как православному христианину Сейчас В данном В этом мире Заниматься актерской профессией Потому что много противоречий Я знаю Я знаю Что их просто всегда Очень много Я понял О чем вы спрашиваете Вообще актерская профессия Переродилась уже давно От откровенного шутовства Хотя Еродиевые вы знаете Это Ну да Божьи люди Божьи люди Да Ходить Ходить ругаться миру Указывая на недостатки Это уже Уже где-то было заложено Серьезная крамола тогда Да Уже было заложено Актерство в этом Вот В Андрея Рублевья Тарковского Особенно это Как здорово показано Быков играет Просто Профессия актера Как Евтушенко Сформулировал это О поэтах Поэт в России Больше чем поэт В общем это касается Творческого человека И актер больше чем актер Поэт в России больше чем поэт Артист в России больше чем артист И режиссер Мы с вами находимся Вы на телевидении Я на сцене Или там в кино Мы с вами все равно находимся На передовой идеологической борьбы И борьбы за души За души людские Потрясающе что есть такие актеры как вы Которые все таки Зная сложность всей профессии Находят время и на детей И несут свет Который нужен очень необходим И не только в горячих точках Не только в зонах боевых конфликтов Каждый день Где бы мы ни находились Мы можем изменить этот мир Я вас очень прошу Сейчас немножко осветить эту студию Хорошие песни Мимо белого яблока луны Мимо красного яблока заката Облака из невиданной страны Все бегут и опять бегут куда-то Облака Белогривые лошадки Облака Что вы мчитесь без оглядки Не смотрите Облака Белогривые лошадки Облака Облака Что вы мчитесь без оглядки Не смотрите Пожалуйста С высока А по небу Проходите нас Кто? Облака Войну в кино надо играть так Чтобы никто и никогда Не захотел повторить ее в реальности Говорит Сергей Маховиков И он очень верит Что те ребята Которых он сегодня учит Актерскому мастерству Никогда не возьмут в руки оружие Как православный христианин Он молится о том Чтобы дети Донбасса И дети всей нашей планеты Слышали залпы Только праздничного салюта А мне в свою очередь Очень хочется пожелать Этому замечательному актеру Чтобы его песни Его гитара Звучали только на мирных концертах С вами был Александр Галицкий На струнах души Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok